Над киевлянами нависла страшная угроза. Людей выживают из города гигантские тараканы-мутанты, переносящие смертельные инфекции. Известно, что насекомые размножаются в канализации и затем атакуют квартиры, офисы, магазины и даже автомобили. Большинство известных ядов на этих монстров уже не действует, и местные жители вынуждены буквально бежать из дома. Репортаж Марии Вингард. Над спальными районами Киева сгущается мгла. Жителям запрещено покидать дома. Сизый дым токсичен и смертельно опасен. Горожане надеются, что он поможет отбить аномальную атаку гигантских тараканов. Эти насекомые уже захватили половину украинской столицы. Аэрозольный туман, вот видите, как он идет, да? Он обволакивает полностью конфигурацию дерева, ствола, здания. Защитные костюмы, маски и баллоны с ядовитым газом. Дезинсектор у монитора объясняет, с нашествием тараканов теперь могут справиться только серьезно экипированные специалисты. Юлия Пермякова вместе с трехлетним сыном на улице проводят больше времени, чем дома. И все из-за тараканов. Жуткие насекомые обосновались в квартире и абсолютно ничего не боятся. Очень много, ну, да, такие были большие, маленькие, разные, действительно. Мне лично в квартире травили три раза. Три раза приходили, обрабатывали. Окупантов не берут никакие яды. Юлия всерьез опасается за здоровье сына. Тараканы – разносчики болезней, а она находила их даже на детских игрушках. Сначала тараканы захватили квартиры, теперь берут приступом заведение общепита. На этих кадрах – результаты зачистки в одном из киевских ресторанов. Такая же картина в подвалах жилых зданий. Одним своим видом у большинства людей таракан вызывает брезгливость и отвращение. Американским он назван потому, что попал в Европу из-за океана. Но сегодня его все чаще называют украинским. Ведь встретить таких насекомых можно буквально в каждом жилом доме Киева. Таракан умеет приспосабливаться к любым условиям. Он всеяден и может пережить даже атомную войну. А огромные размеры, аномально быстрое размножение и невиданная живучесть – следствие мутаций. Специалисты по дезинфекции говорят, что многие яды уже не убивают тараканов, а наоборот делают их сильнее. Мы же даже себе не представляем, во что это может вылиться. Может это вылиться в такие условия проживания этих насекомых, да, что они нам не только будут мешать или будут неприятны, да, они нам будут угрожать. Об этом никто не знает, во что может превратиться то или иное насекомое по истечению определенного какого-то времени, там, 10 тысяч лет, 20 тысяч лет. А мы сейчас это ускоряемся. Бесконтрольное использование химикатов, свалки и грязные подвалы увеличивают численность тараканов в геометрической прогрессии.